Всероссийская олимпиад школьников о математике. Сразу скажу, это не самая маленькая книжка. Дело в том, что, без того, что я вам по-настоящему всем советую книжки Васильева, есть сегодня книга Васильева Егорова «Задачи союзных анатематических олимпиад». Все союзные тех лет, с конца 60-х до 90-го года, они, безусловно, интереснее, чем то, что я вам сейчас буду рассказывать. Просто потому, что Васильев был, и Егоров, действительно человеком великим, и книга просто написана Васильевич. Но, с другой стороны, вообще-то Всероссийская олимпиада – это серьезная анатематическая олимпиада, там работает много талантливых людей, и мы, конечно, с вами можем сказать, что там был Васильев, был Егоров, что надо читать только их книги, но это вполне правильно, потому что они великие, но кроме них еще много интересного наследия. Между прочим, кстати, примерно год назад, я считаю важным всем, что Андрей Васильевич Егонов, автор, то есть самой замечательной книжки в СССР, был уволен из СУНС, потому что, в начале 2017 года, надо делать работу. Абсолютно этого не ожидал, и, соответственно, он даже жене в последние минуты не сказал, а до этого ему позвонили, сказали, что в ваших условиях больше нуждаемся. Он, например, в день на это переживал, и вот этот подарок оказался для него настолько мощный, настолько неожиданный. Для него математика была жизнью, он всю жизнь преподавал в СССР, был редактором отдела математики журнал «Квант», то есть «Квант» по-моему, он создал эту математику, много-много лет там работал, и вот, и, соответственно, вдруг оказалось, что человек такой квалификации не нужен. Это очень важно, господа, когда вы, что называется, слушаете, там, «У нас в стране там то-то взорвалось, то-то сгорело, там, то-то плохо, то-то плохо», это вещь и не случайно. Это потому, что людей настоящие профессионалы массово выгоняют, арестовывают, забирают и так далее. Я очень всю жизнь его ценил, и для меня он такой очень важный человек. Повторяю, что примерно год назад, в мое время, ему объявили, что ваша услуга больше страна не нуждается. Вот. Ну так вот, повторяю, что полезно читать его, но полезно читать просто на датчики, которые были после, не обязательно читать, только с 70-х до 90-х год, хотя книжка великая. Очень советую Василиев и Горг, «Задача всесоветных олимпиад». 24-я задача, книжка называется «Всероссийская олимпиада школы по математике» 1993-2009 год. Задача. Представьте себе, что в некоторой стране 1993 города из каждого выходит не менее, чем 93 дороги в другие города. Известно, что из любого города можно проехать в любой другой. Докажите, что это можно сделать не более, чем с 62-мя пересадками. В некоторой замечательной стране 1993 года. Ну, надеюсь, Вы понимаете, что эта постаригада была в 1993 году, то есть ничего такого сверхъестественного в этом числе нет. С каждого города выходит не менее 93 дороги. Ну, вариант такой? Впрочем, есть граф, у которого 1993 вершины. И известно, что степень любой вершины не меньше, чем 93. Докажите, что если этот граф связан, что если из любого города можно доехать в любой город, то это можно сделать не более, чем с 62-мя пересадками. То есть, что из любого города к другой можно доехать, пройдя при этом не больше, чем 60 килограмм. Здесь имеется в виду, что дороги, они могут и в воздухе, то есть это не задача про планарные графы. Так, давайте, она очень простая. Надеюсь, Вы ее сейчас сделаете. То есть доказать, что диаметр не больше 60? Да, да. Ну, точнее, не больше, чем 63. Ну, да. Ну, так, вы идете по графу, ребро, ребро, ребро. Ну, то есть это путь с длиной не менее, чем 63. Если пересадок оказывается нужно больше, чем 62, то есть хотя бы 63, то существует два города, между которыми расстояние 63. Нет, между ними расстояние даже 64. Нет, это 64. Нет, это 63 пересадки. Нет, 63 пересадки. Между ними 63 пересадки. Отлично. Итак, есть город, 62 пересадки, да? Итак, 63 пересадки. Итак, город 0, 1 пересадка, 2, 3, 63, и вот тот город, в который мы приезжаем. Это город номер 64. Отлично. Дальше что? Рассмотрим города, в которые можно попасть без пересадок из любого города. Да. Ни один из остальных городов не содержится в этой цепочке, потому что можно было бы сократить. Мы просто посмотрим, какие города связаны с Улиппом. Те, а почему? Но он сам и вот этот. На самом деле даже не так. Их всего-то, их минимум 94. Потому что он связан с 93, но еще он сам. Да. Их минимум 94 штук. Отлично. Дальше что? Теперь из этого. Из 3. Из 3. Из 64. А зачем из 64? Дальше. Надо посмотреть то же самое. Этим угодно. А потом надо то же самое будет посмотреть из 6, из 9, из 63. Сколько таких будет? От 0 до 63 и что поделилось на 2? Сколько там? Э... Одну от 3. Ну я бы что... 23. Ну, не совсем. Давайте посмотрим. Что это за числа? 0, 3, 6, 63.. Сколько это? Двадцать лет. Их, конечно, 22. Потому что 63, 99, это 21, 28. Их 22. А вот теперь самое интересное. Сколько будет 22 умножить на 94? Так как двое от 4. 22 умножить на 94 или сами посчитайте. Сколько будет 22 умножить на 94? 2000 с лишним. Неважно, что больше 2000. Больше чем 1999. Так, ну, ребята, как видите, числа здесь были даны с большим запасом. Понятно, да? То есть можно было написать там не 90, а 92. С некоторым запасом были даны числа. Но данные все-таки так важны, потому что идея, мне кажется, понятная.